Я думаю, что у многих из вас возникает подспудный вопрос, а зачем вообще все он это делает? Вот эти вот ролики, вот этот Шекспир безумный. Может быть он какой-то извращенец, может он более наглого, может быть он любит смотреть себя по телевизору, это я про себя говорю. Ну отчасти конечно в этом есть правда, потому что я по профессии актер и моя задача быть на сцене и в общем-то быть довольным на сцене собой. Но мне кажется, что не это главное, мне кажется, что главная составляющая это в принципе творчество. Причем вот для меня творчество это работа Шекспиром или работа педагогическая. Для кого-то творчество это какие-то кулинарные открытия, для кого-то творчество это поделки из пластилина. Мне кажется, что когда человек творит, когда он создает нечто ценное своими руками, и оно имеет не столько материальную ценность, сколько культурную, человеческую, мне кажется, без этого человек не может существовать. Не важно, что вы делаете, поделки из хлеба в тюрьме или пишите картины, важно, чтобы вы творили и вкладывали в это свой труд, и чтобы это имело какую-то ценность. Без этого человек не состоится. Только заработком денег, который безусловно нужен, человек жить не может. Для меня эти ролики это своеобразная творческая лаборатория. Меня не покидает надежда возвращения в театр, либо возвращения в какой-то сценической работе, в том числе и с материалом по Шекспиру. А здесь на канале я просто рассказываю вам о направлении своих исследований и получаю отзыв от вас, ответ, насколько вам это любопытно или насколько вам это не любопытно. И с такой последней важной новостью я хочу с вами поделиться. Я как-то за последнее время сделал несколько мне любопытных роликов по Шекспиру. И я решил вернуться к переводу трагедии Ромео и Джульетта. Я эту трагедию уже переводил. Она мне далеко не во всем удалась. И, например, самая первая сцена, с которой трагедия начинается, она мне не удавалась никогда. Я делал порядка пяти вариантов перевода. И ни один из них, они все сохранились, но ни один из них меня не удовлетворил. И вот на волне хорошего настроения после роликов я перевел снова первую сцену, маленький его фрагмент. И она получилась чрезвычайно интересна, что я ей хочу вам зачитать. Тут буквально несколько строк. Чтобы ввести вас в курс дела, произведение Ромео и Джульетта начинается с разговора двух слуг, Самсона и Григорио, которые готовятся к приходу слуг из другой семьи. И Самсон и Григорио хотят затеять с ними ссору. Между ними происходит некоторый диалог, как они предполагают эту ссору начать. Я вам сейчас прочту сначала вариант перевода Пастернака, небольшой фрагмент, а потом свой перевод. А вы попробуйте предположить, чем слуги заняты на самом деле в этой сцене. Входят Самсон и Григорио, слуги из дома Капулетти. Григорио, уговор перед ними не срамиться. Точнее, Самсон говорит, обращаясь к Григорио. Григорио, уговор перед ними не срамиться. Григорио, что ты наоборот, кого не встречу, сам осрамлю. Самсон, зададим им баню. Григорио, самим бы выйти сухими из воды. Самсон, я скор на руку, как раскипячусь. Григорио, раскипятить-то тебя не скорое дело. Самсон, при виде мантековских шавок я вскипаю, как кипяток. Григорио, кипеть уйдешь, вскипишь и наутек, как молоко. А смелый упрется не сдвинуть. Самсон, перед шавками из дома Мантеки я упрусь не сдвинуть. Всех сотру в порошок и молодцов и девок. Даже по этому маленькому отрывку понятно, почему никто не читает Шекспира. Потому что то, что лично мне, то, что я прочел, непонятно, не смешно, неинтересно и ни о чем не говорит. Давайте посмотрим, что напереводил ваш покорный слуга. Та же сцена. Двое слуг из семьи Мантеки готовятся к тому, что сейчас сюда придут слуги из семьи Капулити и хотят затеять с ними ссорок. Самсон, дай мне честное слово, что сегодня мы не будем лезть в бутылку. Григорио, честное и благородное, особенно учитывая, что бутылки у нас нет. Самсон, я имею в виду, что все должно пройти как по маслу, в смысле гладко. Григорио, я люблю, когда по маслу и гладко. Самсон, и когда появится Капулити, мы им покажем ого-го. Григорио, а что покажем? Самсон, ого-го. Григорио, ого-го? Самсон, дай, я надеюсь, что твое ого-го будет не как в тот раз. Григорио, а чем тебе не нравится мое ого-го? Самсон, понятия не имею, ведь ты убежал. Григорио, я просто брал разбег. Самсон, ты просто жалкий трус. Если бы ты был смелым, ты бы стоял на месте. Григорио, а я стою, стою так, что ты меня не сдвинешь. Вот попробуй. Самсон, не хочу я тебя пробовать. Григорио, вот видишь, тебе уже страшно. И врагам тоже будет страшно, потому что я страшный. Самсон, отлично, доставай свой страшный, вон идут двое из дома Капулити.